Виктор Алексеевич, слава Богу, мы снова встретились с вами в Санкт-Петербурге, мы у вас в гостях и на правах гостя повествуем о том, с чем приехали. На сегодняшний день я приехал с Урала, город Уфа. Ребята, наша команда, она представляет собой реально межрегиональную команду. Мы занимаемся производством аудио, видео и другого материала. Но кроме этого мы еще и озадачиваемся вопросами как раз устройства жизни общества в целом. А медиа-контент это всего лишь инструмент. И вот последнее событие это на слете, который мы организовывали под Рязанью, мы обсуждали такую тему. Человек, как существо общественное и обладающий волей и разумом, очень часто не задумывается о том, какую роль в итоге ему Всевышний отвел на земле. То есть какова сила его разума, если вот подчинить его воле, вот Вернадского вспоминая. И вот так или иначе за последние полгода, вот особенно к слету этого квинтэссенция, мы пришли к выводу о том, что современная молодежь, и молодежь всегда думает о будущем, но вот современная молодежь, очень часто ее захватывают какие-то техносферные, технократичные проекты, не отрицая важности развития техносферы. Но вот мы же все-таки живем в среде биологического, то есть мы тело, которое органика, то есть наше тело это биоскафандр. И вот одним из таких проектов, которым хотим предложить обсудить молодежи, широкой общественности, это проект не в сторону техносферы, как Жак Фреско с проектом Венера, а проект направленный на освоение интеллекта на бионосители. И вот хочу показать вам тему, сочетающую интересы не просто человечества в целом, но и в данный исторический момент интересов России, это проект евразийского лесопровода. Дело в том, что мы обнаружили, что арабы не могут воспроизвести лес с нуля в пустыне. Долго думали почему и обнаружили такую закономерность. Все уже создано, но там вот где большой дисбаланс невозможно с нуля, то есть надо тянуть. И вот мы тянем лес, мы тянем караваны, там сети какие-то, нефтепровод, газопровод. А что если нам назвать свой проект лесопровод? То есть лес, как большая суперсистема, ему необходима среда, окружение собратьев, растений, в которые он будет расти. И постепенно, если это осуществить, международный проект в виде евразийского лесопровода, это тема, которая возбудит общественную дискуссию. Возможно, невозможно, если возможно, то почему, если невозможно, почему. Но пока вот никто не ставит цели такой, то есть все констатируют, что 30% суши земли пустыня, еще там большое пару десятков процентов это лесостепь или вообще степь. То есть предпустынное состояние, а и что? И на этом мы, получается, исчерпываем свое жизненное пространство. То есть дальнейший ход, если пустыня Сахара это рукотворное, человеком сотворенное явление, то, получается, мы ведем планету к опустыневанию в целом. И вот чтобы возбудить мысль общественно полезную, хотим предложить вот такой проект в виде лесопровода. И он подходит как в роли общественной инициативы, до которой созрела общественность, так и для международного уровня. И вот хотелось бы, сквозь призму вашего опыта, потому что вы все-таки возглавляете аграрный вуз. То есть это проблематика как раз и по-человеческой, и с лесом связано это к вам. Хотелось бы получить ваши комментарии, может быть, какие-то советы, критику. Ну, мне очень понравился ваш такой взгляд на проблемы дня сегодняшнего. Мне кажется, что 21 век должен стать веком, если угодно, разворота человечества от идей дальнейшего развития техносферы к идее осмысления сути и предназначения человека как такового и к освоению именно Земли. Мы должны увидеть, что у нас под ногами. Потому что времена, когда мы мечтали о том, что на Марсе будут яблони цвести, наверное, утрачивают свою актуальность, поскольку, дай бог сейчас, чтобы они зацвели на Земле-то. И это касается России во многом в том числе. И, конечно же, в этом смысле, мне кажется, вы на правильном пути. В том смысле, что это основной тренд цивилизационного развития 21 века. Ну, вот такая идея от Урала до Орала, да, она, конечно, очень интересная. И сама по себе идея, мне кажется, она здравая. Потому что, вот, действительно, начать в центре пустыни что-то это одно. А вот чуть-чуть развить тот лес, который уже есть, а потом этот процесс сделать постоянно протекающим, мне представляется, что это вполне такая разумная идея. И, конечно же, вот такой подход, он должен быть, безусловно, сопряжен с иным взглядом на миссию от русской цивилизации. Потому что сейчас всем очевидно, что мир стоит на переходе к новой концепции глобализации. И эта глобализация будет глобализацией по-русски. А это означает, что вот тренды молодежные, в которых пытаются молодежь удерживать, они будут рассыпаться. Они ведь связаны в основном именно с техносферным развитием. Вряд ли новая концепция и идеи русской цивилизации должны быть связаны с тем, чтобы догнать Запад, перегнать его в чем-то, как задачи, которые ставились в свое время Хрущевым. Я прекрасно помню этот период. Догоним Соединенные Штаты по производству мяса, молока на душу населения. А нужно ли это? Я задавался вопросом, почему, скажем, даже в районе 2013 года наша страна кормила всю Европу, и в то же время мы потребляли, скажем, мясо гораздо ниже других, чем в других странах. Я не думаю, что это было связано с нашей бедностью. Это было связано как раз с более высокой мерой понимания, потому что мясо – это не самый полезный для здоровья продукт. В 2013 году мы производили, к примеру, зерна гораздо больше, чем Соединенные Штаты, Канада, Аргентина вместе взятые. Но вот режим питания у нас был иной. И именно специалисты, лучшие специалисты нашей русской цивилизации обосновали, на мой взгляд, нерациональность того образа жизни, который ведет человечество сегодня. Если всмотреться, скажем, даже в систему организации питания, то она, конечно, антибиосферна. Потому что человек, на мой взгляд, изначально создан свыше, как наместник Бога на Земле. И все, что нужно для его существования, изначально на этом космическом корабле, спроектированном Богом и названном нами земным шаром, есть абсолютно все необходимое для существования человека как биовида, как человека разумного, есть необходимые условия, есть необходимые продукты питания. Почему они более выгодны и естественны? Я сошлюсь на мнение двух наших уникальных русских ученых. Один из них – это академик Несмеянов. Он возглавлял в свое время Академию наук СССР и возглавлял Московский государственный университет. Он говорил об энергетическом балансе питания человека. Он говорит о том, что для того, чтобы человек нормально развивался, энергообмен, жизнь человека – это энергообмен. Так вот, для функционирования человеческого организма достаточно энергии, которая поступает на один квадратный метр земной поверхности всего. Но можем ли мы научиться потреблять эту солнечную энергию непосредственно? Очень хороший вопрос тогда. Да. Вот мне кажется, что когда мы говорим об изгнании Адама и Евы из рая, то речь идет о том периоде, когда у человека были эти способности потреблять солнечную энергию напрямую в сочетании с энергией физического вакуума. И так можно, по-видимому, питаться. Об этом свидетельствуют даже сегодняшние отдельные известные факты. Ну вот, когда режим так называемого солнцеедения используется некоторыми людьми, и эта информация достаточно широко известна. Мы разучились потреблять солнечную энергию напрямую. Мы перепоручаем это растительному миру. Мы говорим, ну-ка, вот та энергия. Потому что первично на Земле только солнечная энергия, ничего другого нет в энергетическом плане. Все остальное – это переработанная солнечная энергия. Мы не умеем ее потребить, и говорим растительному миру. Ну-ка, вот выполни эту работу за меня. Солнечную энергию собери и создай, соответственно, уже энергию органического вещества. Ну и в процессе фотосинтеза растения действительно научились ловить кванты солнечной световой энергии в световом диапазоне, перерабатывают ее в процессе фотосинтеза, создается органическое вещество. И здесь мы еще достаточно близко находимся к первоисточнику энергетическому, к солнцу. То есть и мы, и они – это преобразователи вещества, то есть, по сути, энергии солнца. Да, в общем-то, потому что жизнь – это энергообмен, значит, надо энергию употреблять. Вот энергия солнца первична. Нет энергии солнца – все рассыпается полностью. Значит, если есть энергия солнца, растения сформировали органическое вещество, употребляет органическое вещество в пищу, мы получаем энергию для собственного организма. А энергия прошла только один передел – от солнца в органику. Это КПД при этом примерно по расчетам Несмеянова 0,2%. То есть от солнечной энергии, которая падала на эту площадь, растения способны освоить 0,2%. Если бы человек употребил эту энергию, это еще достаточно неплохой КПД передела энергии. Но человек говорит, нет, я не хочу потреблять эту энергию, которая содержится в растительной пище, я лучше перепручу это дело теленочку и барану. Вот теленочек и баран съели эту растительную пищу, они накопили в своем теле энергию теперь уже в виде животного белка, а потом человек говорит, вот теперь-то я этого баранчика-то и съем. Скотом запасливых? Баран-то, когда переработал энергию, содержащуюся в растительной пище, то он освоил, по данным Несмеянова, максимум 8% этой энергии. А 92% ушло куда? Оно ушло в навоз, в парниковые эффекты, в углекислый газ, который уже становится достоянием всей планеты, но вовсе не нашего народа. И дальше, когда мы потребляем белок животный, то этот белок, естественно, чужд нашему белку, он несовместим с нашим белком. Организм наш его, значит, расщепляет на молекулы отдельные, и кое-что из этого животного белка мы потребляем. Вот по данным Несмеянова, мы потребляем не более 3% от той энергии, которая содержалась в животном белке. Таким образом, сколько переделов мы прошли? Солнечная энергия растительная, растительное животное, животный белок энергия человека. Вот я там грубо прикидывал, вот эту цепочку передела. Получается, что из одного миллиона калорий, поступившей на Землю солнечной энергии, мы в лучшем случае получаем одну единичку из миллиона. Одну калорию. Да, одну калорию из миллиона. Вот. И можно, конечно, жаловаться на то, что вот плохо Бог как-то продумал жизнь на Земле, вот нам не хватает питания, надо создавать генно-модифицированные продукты, надо наращивать количество пахотных земель, повышать урожайность, вводить генно-модифицированные продукты и так далее. А можно просто посмотреть, а нет ли проблемы вообще мозгу у человека, прежде всего. Куда все берется. Да. И если мы посмотрим на эти процессы вот именно под другим ракурсом, то мы увидим, что можно удовлетворить запросы огромного количества населения, не только ныне живущего, но и многократно увеличенного, потому что, вот я смотрел ваши материалы, вы там правильно приводите цифры, что по энергопотреблению, скажем, стада коров, оно потребляет вот энергии и белка не меньше, чем потребляет все человечество сегодня. А что это такое? А это кровавый молох, потом запускается по этому животному миру. И как не вспомнить здесь Толстого, который в свое время говорил, не было бы боин, не было бы воин. Все великие люди рано или поздно приходят к пониманию того, что пока мы не прекратим насилие над животным миром на Земле, мы никогда не пожнем собственную счастливую, без кровавую судьбу. Получается ситуация, что мы человечество на планете Земля, вот если коров по эквиваленту потребления энергии перевести в человека, то человечество содержит параллельно человечество, которое выращивает и убивает регулярно, бесконечно. Да, безусловно. Два параллельных человечества. Безусловно, это именно так, это только если посмотреть крупный рогатый скот. Дело в том, что... Еще на птицу сейчас активно переходим. Конечно, птица и бесконечное количество животного мира, которое выращивается исключительно для убийства. Это немножко уже вопросы такие духовности, вопросы мировоззрения человека. И дальше здесь очень уместно вспомнить второго гениальнейшего ученого нашей страны. Это академика Уголева Александра Михайловича. Академик Уголева Александр Михайлович еще в далеком 1958 году, как ученый-генетик с мировым именем сделал уникальное научное открытие о, ну так если упрощенно говорить, о двух системах пищеварения, характерных для биовида человек разумный. То есть Бог изначально заложил в человек... Свободу выбора и в этом. Две системы. И мы можем пользоваться как одной, так и другой по уму своему, да. Одна из них это та, которая нам сегодня широко известна. Вот что ты съел, то ты и получил. Не хватает кальция, съел таблетку. Не хватает витамина В, съел морковку. Но Уголев доказал, что наряду вот с таким подходом есть принципиально иной. Кстати, за это уникальное научное открытие, зарегистрированное в Реестре научных открытий СССР за номером 15, он номинировался на Нобелевскую премию. И Нобелевскую премию, я думаю, он не получил исключительно по политическим мотивам, потому что все, что сегодня делается, делается, как правило, мы не замечаем этого не в интересах человека, а в интересах прибыли и доходов транснациональных корпораций. Вот, помните, как здесь, может быть, Пушкина уместно вспомнить на этот счет. Он, на мой взгляд, говорит о древе жизни, о древе познания. Он говорит, у лукоморья дуб зеленый, но золотая цепь на дубе том. Закован он вот этой цепью золота и денег. Древо жизни сковано. Да, золотая цепь на дубе том. А кот-то ученые, вот ученые, они не древо жизни изучают. Дело в том, что и днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Вот в чем проблема. Если бы этот кот думал о жизни и о человеке, то к совершенно иным выводам он приходил бы. Вон тогда продвигались бы идеи Александра Михайловича Уголева, потому что его открытие сводится к тому, что, оказывается, Бог наделил нас совершенно уникальной микрофлорой. Наша микрофлора – это 3-4 килограмма живых бактерий, способных творить чудеса. Микрофлора, если она правильно выращена, способна, оказывается, выделять абсолютно все, что необходимо для человека. То есть в чем разница этих двух систем питания? Первая система, когда человек кормит себя сам. Извне. Да, он себя кормит. Вторая система, когда человек себя не кормит вообще, он не думает о себе. Он думает только о тех бактериях, о той микрофлоре, которая у него находится в его желудочно-кишечном тракте. И он кормит только ее, рассчитывая на то, что она обеспечит весь его организм абсолютно всем, что необходимо для функционирования этого организма. И всеми незаменимыми аминокислотами, и всеми витаминами, и, естественно, сохранят все микроэлементы, потому что микроэлементы, они изначально из земли только. Ведь в животном не может появиться ничего, кроме того, что он получил из растения. Это априори. Он же не может микроэлементы какие-то сгенерировать, так сказать, независимо от растительного мира. Поэтому речь как раз идет о том, что если человек взрастил правильную микрофлору, а потом обеспечивает ее функционирование, то она его начинает кормить всем необходимым. Но особенность этой полезной микрофлоры по уголеву состоит в том, что эта микрофлора способна функционировать нормально и жить только на живой пище, которая досталась человеку от Бога. То есть вот все то, что создано на земле от Бога, это растения, это корешки, это травы, это фрукты, это овощи, это орехи, это грибы. Шампиньон в сыром виде, он по вкусу просто уникален. Это, наконец, все то, что есть на земле, но не нагретое выше температуры в 45 градусов. Потому что при температуре выше 45 градусов начинается разложение энзимов, которые содержатся в живой пище. Живая пища отличается от мертвой пищи тем, что у нас содержатся энзимы, ферменты. И такая пища, она является основой питания вот этой полезной микрофлоры. Но наш желудочно-кишечный тракт заселен двумя противоборствующими колониями бактерий. Одни бактерии, это патогенные, которые зашлаковывают и закисляют наш организм. И вот вторые, о которых говорит академик Уголев, которые исключительно полезны. И они не выделяют никаких веществ, кроме тех, которые необходимы нам для обмена веществ, для развития полноценного и так далее. Но эти две колонии, они находятся в такой смертной схватке друг с другом. Они выделяют ядовитые вещества друг для друга и пытаются уничтожить друг друга. И вот когда эти наши полезные микроорганизмы не получают достаточного питания, речь идет о сырой зеленой пище, последнее их убежище, это уже аппендикс, где они скрываются, занимают круговую оборону. Если долго не получают поддержки от хозяина, то погибают вообще и аппендикс вырезается. Мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией, приходим к интересному выводу. Без нравственно-этических изменений самого человека, если мы запускаем этот проект в международных масштабах, но при этом нравственность наша не меняется, то даже то, откуда мы тянули лес, мы его также уничтожим просто ради того, что вырубать леса, сажать поля, бастбище организовать, курятники. Получается, мы можем утратить то, что уже есть. То есть тенденция может сохраниться. Да, вы абсолютно правы, но здесь как раз это все взаимовязано, потому что новый человек, он ведь тоже нужен для каких-то благих божьих дел. Мы говорим, какие мечты сбываются? Сбываются только те мечты, которые лежат в русле божьего промысла. Но вот если мы хотим, чтобы яблони цвели на Марсе, то это выпадает из русла божьего промысла, и эти мечты, они беспочвенные, бессмысленные. А вот если мы, преобразовав как-то взгляды и мировоззрение самого человека, ориентируем на его и на такие божьи земные задачи, то только тогда имеет смысл изменение самого человека. Ведь изменение самого человека – это тоже не самоцель. Это средство решения каких-то задач. Поэтому задача, которую вы ставите, еще здесь неизвестно, что курица или яйцо первично. Потому что только под такие задачи может появиться новый человек. То есть это может выступать стимулом? Да, это как раз, на мой взгляд, такой первичный генератор, который может формировать запрос на нового человека. И новый человек – это, безусловно, и есть основная задача 21 века. Потому что, что бы мы ни изобретали, мы все равно способны лишь погубить земной шар, который нам достался от Бога, если мы не изменим концепцию развития человечества. Если мы не поймем, что первично, а самое главное – это понять, что, еще раз хотел бы это подчеркнуть, что первично жизнь самого человека в биосфере и в согласии с ноосферой, но не прибыль корпораций. А сегодня много очень хороших идей продвигается на первый взгляд. Но когда посмотришь на их суть, то за этими идеями стоит единственное, что – прибыль корпораций. Вот прибыль корпораций нужно увеличить, лучшие умы получают за это денежку от этих корпораций, и они не только прорабатывают некие идеи, как увеличить эту прибыль, но и формируют некую благостную оболочку, которая подается в сознание людей, и многие по непониманию воспринимают это как передовые идеи. Поэтому если вот еще раз по-крупному взглянуть на происходящее, то мы говорим, что человечество стоит перед необходимостью перехода на новую концепцию глобализации. Эта концепция глобализации сегодня разработана общественной инициативой русской цивилизации. Это концепция общественной безопасности, которая дает все аспекты и срезы человеческого бытия в новом формате. И только освоив эту новую концепцию, можно говорить и о новом человеке, и о новых проектах, достойных этого человека. Вот, на мой взгляд, такая взаимосвязь. И здесь очень много вложенных вот таких матрешек. Но самая большая матрешка – это концепция развития человечества. Если мы концепцию эту не пересмотрим, то ни одна из задачек, она не имеет серьезных перспектив решения во благо человека. И вспоминая вот прошлое Советского Союза, я в детстве помню, мы заготавливали веточный корм. И вот благодаря работам Олега Владимировича Тарханова, в агроцинозе в частности, где он раскрывает вопрос починного плодородия, он приводит цифры, что с 70-х годов по середину 80-х увеличили в два раза производство птицы и скота. И до того, уже органики из полей и пастбищ не хватало. И начали из лесу брать вот в виде веточного корма органику, чтобы на зиму эти веники заготовить. И получается, человечество, идя по пути, вырубили лес, сделали пастбище, поле, собрали, то есть лес это один объем биомассы, на поле он существенно меньше. Эту биомассу и без того скудное органическое вещество переместили в корову, как в биореакторе сожгли, положили в навоз догорать. Там уже углекислый газ, вода, как основные элементы выделяются. Из России углекислый газ просто утекает, потому что на 6-7 месяцев в году нет вегетационного периода. То есть, потом этот навоз максимум на 5% пашни возвращается. Получается, что у нас органическое вещество просто сожжено. Это все равно, что человек возьмет, печку поставит и скажет, так, дайте-ка мне гектар леса, вырубил гектар и скажет, ну вот дурак. А если человек построил ферму и в корове, ну молодец, сельское хозяйство, деньги, прибыль. И получается ситуация же, ну перейти на минеральные удобрения, это тоже не выход, потому что органика все равно, то есть эти минеральные удобрения все равно найдут свой конец там же, где и обычное, ну то есть органическое вещество, выращенное без минеральных удобрений. Мне очень приятно, что современная молодежь выходит на такие проблемы, потому что, к великому сожалению, прибыль корпораций и только. Вот за всеми этими аллогизмами, которые вы привели, стоит единственное объяснение. Это прибыль корпораций, которая достигается любыми средствами и способами. И очень важно, чтобы Русь, как цивилизация особой значимости, разрабатывала бы новый взгляд, потому что вот сегодня создание и Евразийского союза, и страны БРИКС, и страны ШОС, они должны нести в себе новую цивилизационную идею. И вот эта новая цивилизационная идея, она как раз проработана Россией. И очень важно, чтобы мы через молодежь, прежде всего, несли бы вот это новое будущее, потому что все наши проблемы связаны прежде всего с неразумностью нашего существования. У нас же был вот некогда системный подход. Я только что вернулся из Крыма. Ну, я удивился, конечно, когда узнал, что когда бы вы думали, в 1944 году была заложена глобальная программа развития Крыма, которая называлась Крым-Кумыс. То есть, это вот создавались лечебницы на базе Кумыса, и создавались рабочие места. Но вы посмотрите, этот проект, он же не связан с уничтожением природы вообще. Это красиво, это лошади, это луга, это лечебницы, это здравницы. Вот это проект, это 1944 год, тогда думали о системном. Или посмотрите, сталинские проекты возведения лесополос. Природу нужно обустроить, природу нужно поддержать, а дальше все появится само по себе, там люди будут жить, и у них все будет. Поэтому вот ваш проект, скажем, по развитию такой уникальной лесополосы, это связано же прежде всего с таким обожествлением природы, с уважительным отношением к природе. И не надо придумывать для людей генно-модифицированные продукты. Нужно сохранить среду обитания, а люди сами обустроят там свой быт, чего-чего, а, наверное, на нашей-то земле питание человек всегда себе найдет. Мы способны к этому, и ничего дополнительного не надо. А вот по Крыму, Крым в прошлом году посетил его, мы проехали всю южную часть, с востока на запад, южную часть через серединную, через поля. И вот с космоса, когда посмотришь, там очень много виноградников. А также прорыли же в советское время канал для поступления пресной воды на территорию Крыма. Но если посмотреть, леса, кроме как на юге, не оставили. То есть, по сути, превратили Крым в источник алкоголя, ну, то есть, сырья для производства алкоголя, которые распространяют сейчас. Вот, кстати, интересная, вот еще одна нравственно-этическая проблема-то возникает, что можно как для пищевых каких-то, то есть, говорить, что это нам демографически необходимо, пища в виде там скота, птицы, а также можно и утверждать, что вот смотрите, нам вино необходимо, и мы вырубим все, здесь климат хороший, засадим виноградниками, а потом говорить будем, что воды нет. Дело в том, что вот ядром концепции общественной безопасности является представление о так называемых, вы прекрасно это знаете, демографически обусловленных потребностях. И вот, если говорить о разумности на земном шаре, то бизнес делается, как правило, на порочных потребностях, на потребностях, которые наносят ущерб генетике человека, и как раз на демографически обусловленных потребностях бизнес делается в наименьшей степени. И беда, сегодняшняя беда человечества в том, что все заточено на удовлетворение как раз вот этих паразитарных потребностей, которые угнетают психику и генетику человека. И если посмотреть на Крым, то проект Крыма-то вообще прост, как две копейки, что называется, вот перестроечных этих версий. Дело в том, что Крым составлял серьезную конкуренцию для таких стран, в том числе, как Франция, это эфиромасличные культуры, как база отдыха, как вот лечебницы уникальные. Поэтому прошел процесс просто уничтожения всего и вся, что было в Крыму. Просто конкурентов. Да, там сейчас, особенно Украина, она в принципе не заботилась о Крыме. Все, что делалось в Крыму, это разве что коттеджи для сверхбогатых людей. Вот и все. Больше ничего не делалось. Причем на территории, которую облагородили в советское время ни одно поколение граждан советских. Вот, поэтому Крым это печальное наследие, вот перестройки. И там, конечно, сегодня нужны такие очень серьезные системные проекты, чего, к сожалению, на сегодня не происходит. И терпение крымчан тоже не безгранично. Они ведь, когда с таким энтузиазмом перешли из Украины в Россию с Божьей помощью, то они рассчитывали и на серьезные перемены, и в плане экономики. Но, к сожалению, у нас все неплохо выглядит на уровне шестого приоритета. На уровне шестого приоритета у нас энтузиазм, и все там, так сказать, удачно все решилось. Но на четвертом приоритете мы же распластаны перед ростовщической мафией. Международной причем. Эта ростовщическая мафия получает всемирную государственную поддержку. И по сегодняшний день. Фактически, если посмотреть, кто получает поддержку, это получает исключительно либеральная ростовщическая мафия. Когда говорят о поддержке сельского хозяйства, вы посмотрите на то, что там происходит, то фактически деньги-то поступают в банки, а не в сельское хозяйство. Куда они поступают? Говорят, они поступают для компенсации непомерной процентной ставки кредитования. Так, ребята, а не проще ли эту ставку урезать, а не запускать бюджетные государственные деньги тем же самым ростовщикам, поначалу подняв эту планку на недосягаемый для сельского хозяйства уровень? Вот в чем проблема. Проблема в том, что Крым оказался в таких коварных лапах. Но ведь и мы столкнемся с ситуацией... Смотрите, общественная инициатива предлагает России как государственности. То есть не государство как население, государственность как субкультура управления, а вот государственности и миру, особенно Евразийскому союзу, странам ШОС, предлагает некий проект, вот эта общественная инициатива, которая готова к нравственно-этическим изменениям. Но ведь множество государственных аппаратов, которые существуют на этой территории, если они до сих пор, к примеру, Аральское море, не договорились, как восстановить, а ведь это как раз получается следствием дурной экономической политики. То есть, получается, мы не только перед людьми ставим, а и перед субкультурами государственности ставим вопрос, а вы на основе чего, вот идеи, которые хочет воплотить народ, на основе чего вы сможете реализовать? Ну да, и на основе чего вы хотите объединиться? Вот, ну, скажем, вот Уфа, она стала действительно на сегодня мировым центром, да? Ну, извините, это грандиозное событие, то, которое произошло, когда все страны БРИКС собрались. Так вот, а на какой основе? У нас часто речь идет опять в русле предыдущей концепции, о том, сколько у нас будет проектов, сколько денег, сколько совместных, а во имя чего? Ведь мы прекрасно знаем, опять же, если Пушкина вспомнить, о чем он говорил, он говорил, вам объяснять правление начало напрасным было бы для меня трудом. Так вот, а с чего начинается это управление? Управление это начинается с цели полагания, а не с денег, не с экономического приоритета. У нас пока в плане идеологии антиамериканские настроения, антизападные, вот, либо догоним, перегоним, либо хотя бы не отстать, там, на равных попадаться. В этом это и беда, что у нас не должно быть никаких противников, у нас есть люди, которые пока еще мало понимающие, и мы должны им помочь разобраться, мы должны создавать свою поляну, поляну добра, никому не противостоять, ни с кем не бороться. Но мы должны предложить идею такой глобальной значимости и такого уникального интереса, за который потянулись бы все страны, сказали бы, да, вот это интересно, это действительно, такого еще не знало человечество, представляете, вот из ваших краев и вдруг пошла лесополоса в сторону орала, да, вот это, это, конечно, действительно задачка, такая достойная поколение молодежи 21 века, но с чем мы столкнемся? Мы столкнемся с ныне действующей концепцией, вот, потому что в рамках нынешней концепции такой проект невозможен, потому что он не приносит никакой сиюминутной прибыли, он просто спасает биовид человек разумный. Даже политические дивиденды в рамках тех стереотипов, они не очевидны, то есть это очевидно только тем, кто устремлен в будущее. Да, поэтому вот ваши инициативы, они в рамках нынешней концепции, они просто бессмысленно скажут, ну, мечтатели, вот. Юношеский максимализм. Да, зачем это, чего они придумывают, надо деньги делать сегодня, они там вот с какими-то идеями, задумками носятся. Но вот именно такие идеи, на мой взгляд, и способны как-то менять все-таки целеполагание, то, с чего начинается любое управление, с изменения целей. Потому что можно реализовать любой проект, если цель благородная, если цель правильно выстроена, а если цель безбожна, и она ведет в конечном счете к уничтожению биовида человек разумный, то Бог рано или поздно вмешается и пресечет такое развитие. И, Виктор Алексеевич, вот сейчас возникла во время нашего обсуждения такая мысль. Одна из тем, которая нас интересует, мы провели параллель, есть фильм такой, «Черное солнце». Немец, то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х, он снял фильм о том, как в горячую фазу переводился фашизм в Германии. И мы обнаружили такие параллели, что сейчас в России имеется тенденция такая же, как Германия 20-е, середина 20-х годов, тема там неких ариев, то есть написание такой истории, из которой вероятностно предопределено вытекает фашистское будущее. И мы, когда изучили наши там различные работы, работы различных авторов, мы ужаснулись, что там уже они, если там этот расизм касался там, в лучшем случае между континентами, кто-то там куда-то пришел, ари оттуда, эти отсюда, то сейчас уже наши расисты дошли до масштабов вселенной, ну, созвездий, то есть это уже межпланетный расизм пошел. И получается, вот опять-таки, если мы предлагаем один из вариантов прошлого, что человек вел неправедную хозяйственную деятельность, неважно, были воины, сожгли органику в утробе там животных, еще что-то, это ошибки в этапах развития самого человечества. Они предлагают другой вариант, что вот были некие святые непогрешимые предки, прилетели какие-то другие товарищи из другого созвездия, или там приплыли с другого континента, и вот из-за этого у нас все беды. То есть мы говорим о непосредственной связи, то есть средообитания и цели, ради которых ты в ней. Они говорят, что средообитания мы пока ее не рассматриваем, вот у нас тут конфликт небольшой вышел, что просто не поделили цели, что должны были, как они считают, что вот великие потомки жили и должны развиваться. Ну да, в Украине, в Украине, у нас, еще кто-то. Получается, они пишут исторический сюжет и выводят из него неизбежно фашизм. Как вот вы изучали этот вопрос? Проблема в том, что если говорить о стратегии развития человечества, то есть путь божьего промысла и есть путь сатанизма. Так вот, путь сатанизма, он многообразен. То есть сатанизм, он воплощаем в самых разных формах. А путь божьего промысла, он только один, один-единственный. И, конечно же, Русь сегодня вовсе не должна опираться на какую-то свою особость. Она просто давать должна информацию о том, что такое божий промысел, как организовать жить на земле по-божески, что такое справедливость, что такое человечность, что такое человек разумный. Если же говорить о том, как противостоят этой концепции, вот концепции божьего промысла, то там очень много вариантов противостояния. И для того, чтобы запутать человечество, они между собой еще начинают некие столкновения. И всех переводят от из-за тех или из-за этих. Они фактически все находятся в русле богоборчества. Поэтому, если сегодня посмотреть реально, то вот вы сказали о знахарских таких подходах, которые действительно ведут в конечном счете об обособлении таком расовом, что вот мы тут особые такие люди. Но более такой реален вариант – это вариант возвращения к монархии. Если вы посмотрите на то, что происходит сегодня, это может незаметно для многих. Но вариант монархического будущего России сегодня раскручивается с таким энтузиазмом и такими силами непомерными. Причем задействованы такие люди самого разного направления. И очень внимательно надо смотреть ко всем, кто вот так на первый взгляд вроде бы очень такие люди патриотично настроенные. Говорят о святом прошлом. Ну возьмите Проханова. Да, но Проханова вы никогда не поймете, пока не посмотрите, кто был его дедушка, какие он ему закладывал будущее. То есть мы не должны брезговать, в данном случае не то чтобы брезговать, а отказываться от вывода суждений, не просто идеи, а еще и рассматривать людей, которые эти идеи несут. То есть беседовать с ним, относиться к каждому из них как, ну да, ты говоришь там о расизме, но ты-то вот я тебя считаю наместником Божьим на земле, и вот давай честно, искренне поговорим о твоих идеях, которые ты несешь. То есть вот такой брезгливости не должно быть у людей, что вот сейчас я там выпущу ролики, сниму фильмы, и вот они все разом переосмыслят свое существование. Да, к сожалению, вот процесс изменения цивилизационной парадигмы – это процесс, это никакими указами, никакими революциями, никакими свершениями не делается. Это тончайшая работа по изменению самого человека. Я просто говорю о том, что иногда вот эти схемы очень сложно разгадать, и люди доверчивые, они ведутся на такие внешне правильные, красивые слова, и говорят, так вот же человек, который за будущее России-то бьется. А на поверку, если поглубже всмотреться в его идеи, которые он развивает, то мы увидим их далеко не благое будущее. Но иногда проще посмотреть просто вот его истоки, откуда он, как он пришел к этим мыслям. И тогда многое раскрывается гораздо проще и быстрее. Но вообще процесс вот перехода на новую концепцию развития, а это возможно только концепция развития человечества, а не отдельной страны. Это, конечно, очень тонкий процесс. Мы там с другого созвездия, еще откуда-то вы там свои, и вот давайте параллельно как-то развиваться на планете. Мы единый биологический вид. И в итоге мы построим общую культуру. Вопрос в том, каково качество. Ну мы действительно на очень теперь уже миниатюрном, компактном космическом корабле рассчитывать, что в каком-то отдельном отсеке там будет очень хорошо, а везде все будет очень плохо, абсолютно безнадежно. Сегодня можно рассчитывать на перспективу, только тогда, когда идея носит глобальный характер и касается судьбе человечества в целом. Но это же одновременно и помощь, и защита. Это вывести того, кто тебя воспринимает как соперника, в иные стереотипы. Побеседовать о чем-то, что не в рамках вот уже закоренелых каких-то таких неизживаемых стереотипов. Самое главное, чтобы мы не готовили себе врагов. Нам нужно видеть благие намерения каждого и пытаться его, если угодно, вписать в добро, вписать в новую концепцию управления. Это главная цель, которую мы преследовали при осмыслении, потому что Россия должна... Экспорт оружия, ресурсов, это одно. А вот экспорт технологий добра именно с точки зрения концепции глобализации это первично. И вот эту идею мы почему решили не только органам государственной власти донести, но и предложить как уровень взаимодействия, для их уровня взаимодействия, там Евразийский союз, ШОС, БРИКС, но и опубликовать материалы по ней в сети интернет, потому что человечность состоится в любой точке планеты. Не может быть такого, чтобы Россия была узурпатором этого права. Поэтому придаем огласки этого проекта, беседуем со всеми, кто, как мы считаем, спустя призму жизненного опыта может дать отдельный совет, что-то раскритиковать. Цель, кто-то, кто подправит, это хорошо, сделает свой вклад в это дело. Ну, именно работая над такими проектами, над такими идеями, и меняется сам человек. Вот, мне кажется, такая здесь логика. То есть мы говорим о том, что хотим сами в себе найти, развить и улучшить. То есть кому не хватает любви, говорит все время о любви, кому там жены, о жене, кому мир на всей планете говорит сразу о планете. И интересную вещь я обнаружил. Вот супруга недавно карты покупала. И я понял, что вот у меня дедушка, у него прям давно было желание, мы ему купили большую карту. Говорит, хочу карту страны и мира. Вот хочу карту. А ведь если у каждого ребенка будет в комнате с детства, то есть почему глобус, вот если посмотреть фотографии или рассказы о жизни, или даже исторические фильмы, всегда у правителя высокого ранга или как просто у человека, задумывающегося о глобальных процессах, всегда глобус или политическая карта мира, образ. То есть я что, я вот где-то здесь, границами кабинета ограничен на моем мышлении, либо оп, все, вот у тебя твоя зона ответственности человек. К великому сожалению, практика сегодняшнего дня, это глобус Украины, это глобус Грузии. В таких стереотипах чаще всего идет размышление, и это и есть основная проблема, наверное, человечества, что мы наконец должны открытыми глазами посмотреть на весь мир. Мир целиком. Ну да, но если вот мы говорим о новой концепции, то правильно вы сказали, что для нас главное, что цель оправдывают средства. И вот если цель у нас человек, его будущее, то вот средства, которые предлагаете, они как раз связаны и достойны такой цели, то есть мы не хотели бы достичь этой цели с ножом в руках и с дулом пистолета, как это делают, скажем, Соединенные Штаты. Подобного рода проектами можно изменить не только земной шар, но и самого человека. Поэтому опять мы выходим на ту же самую проблему. Весь вопрос в человеке. Если человек наконец займется открытием лично себя, а не Марса, то многое для него откроется. И если в этом потоке жизни необходимо будет и на Марс слетать, ну слетаешь. Нет проблем, конечно. Но только это вторично. Да, это не самое главное. Главное понять, кто ты есть, какие возможности дарованы тебе от Бога, во имя чего они дарованы. Да, у нас космисты мечтают человечество обречено, солнце остынет, планета остынет, все будет плохо, надо быстрее разработать корабли и куда-нибудь... Прилететь туда с мечом, ножом и кинжалом, там навести порядок. И вот примерно так вот мы смотрим на происходящее в мире. Конечно, при таком подходе вряд ли мы выйдем в русло божьего промысла, в конечном счете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова